Город Феодосия, Библиотеатр, Чешево-Анна, Маршак, Прагипопотама. Уговорились я и мама дождаться выходного дня и посмотреть Ги-ги-то-то-потама. Нет, Ги-по-то-по-то-тама. Нет, Ги-по-то-по-то-потама. Пусть мама скажет за меня. Вошли в открытые ворота и побежали мы вдвоем взглянуть на Ги-ги-мота. Мы чаще так его зовем. Он сам имен своих не знает. Как ни зовите, все равно он из воды не вылезает. Лежит, как мокрое бревно. Нам не везло сегодня с мамой. Его мы ждали целый час. А он со дна глубокой ямы не замечал, должно быть, нас. Лежал он гладкий, толстокожий, в песок уткнувшись головой. На кожу ветчины похожей, в огромной миске суповой. По целым дням из водоема он не выходит. Там свежей. Есть у него часы приема? Спросили мы у сторожей. Да, есть часы приема пищи. Его мы кормим по часам. И тут, плестя, как голенище, поднялся сам гиппопотам. Должно быть, у него промокли мозги от постоянных ванн. Глаза посажены в бинокли и рот раскрыт, как чемодан. Он наглядел, стоявших рядом, гостей непрошенных своих. К решетке повернулся задом, слегка нагнулся и... Бултых! Я думаю, гиппопотама зовут так трудно для того, Чтоб сторож из глубокой ямы пореже вызывал его. Продолжение следует...